Батюшка, расскажите, пожалуйста, вы принимали профессора Зорана Зоричича и профессора Питера Анастасича. Какие задачи, какие цели православные семейные клубы трезвости преследовали, когда приглашали этих профессоров в Россию? Ну, прежде всего, конечно, мы хотели воспользоваться их знаниями и умениями. Мы просили их поделиться своим опытом, поскольку все-таки движение это начало развиваться именно в бывшей Югославии. И оно до сих пор имеет там широкое распространение. И несмотря на то, что мы учились, конечно, у итальянцев, но для нас очень было важно знать, что называется, из первых уст от тех, кто изначально занимался этой проблемой. Мы, конечно, предварительно побывали в Хорватии, побывали во всех тех местах, где профессор Владимир Худолин трудился, преподавал, открывал клубы. Мы даже побывали в его приходе, где он молился, послужили литью, заупокойной на его могиле. И для нас это все было очень важно, потому что мы хотели воспринять тот подход, который изначально предложил Владимир Худолин. А это для нас было очень значимо, потому что мы видели, что в этом заложена глубочайшая основа для того, чтобы семейные клубы трезвости получили широкое развитие и в нашей стране. Они крайне нужны, потому что, во-первых, они основываются на семейном подходе, это очень важно. Во-вторых, они используют системный подход, который включен, естественно, семейный. Более того, эти семейные клубы трезвости, они находятся во взаимодействии с обществом, с медицинскими учреждениями. Они используют опыт и знание и желание помогать ближнему добровольцев. Это расширяет наши возможности, потому что психотерапевты профессиональные, врачи, они не могут охватить огромное количество людей и оказать всем нуждающимся необходимую помощь. Это просто нереально. А когда мы привлекаем людей, желающих оказать помощь ближнему, которые проходят соответствующую подготовку и получают необходимые знания, и при этом они умеют донести эти знания, донести свое отношение к проблеме, подлинное, истинное, и тем самым помочь страждущим, находясь под постоянным наблюдением, контролем со стороны опытных врачей, опытных организаторов здравоохранения, то мы тем самым получаем уникальную систему, помогающую огромному количеству людей обрести смысл жизни, найти тот стиль поведения, который будет способствовать изменению в целом образа жизни их. Кроме того, мы даже и на этом не ограничиваемся. Этим не ограничиваемся. Почему? Потому что для нас важно не только отказаться от употребления алкоголя, но и стать на путь духовного нравственного совершенствования. На это нацелены и семейные клубы трезвости в Хорватии. Хотя они там называются иначе, вот, клубы леченных алкоголиков, от которого, от этого названия мы отказались, поскольку понятие алкоголик и, собственно говоря, с точки зрения медицинской дианатологии не совсем корректно. Это, можно сказать, достаточно фамильярное. Мы, учитывая дух программы Владимира Худолина, мы их наименовали семейными клубами трезвости, исключив слово алкоголик. Ну, точно так же, как неприлично говорить о человеке, страдающем, скажем, шизофрении, говорить, что шизофреник. Поэтому мы, учитывая этот момент, отказались от этого употребления. Это, так сказать, уже наша особенность, наших клубов. Но нам тоже было с чем поделиться со своими коллегами из Хорватии и Сербии. Но для нас все важны были тонкости и детали. Поэтому мы очень внимательно слушали их, просили рассказать о тех нюансах, которые возникают в работе семейного клуба трезвости. И это нам удалось. Более того, мы благодаря приезду и Зорана Зорича, и Петра Анастасича смогли пробить брешь во взаимодействии с научными учреждениями Москвы. В частности, мы имели возможность встретиться на кафедре наркологии Российской медицинской академии постдипломного образования. У нас замечательный состоялся диалог. Мы также участвовали в конференции в научном центре психического здоровья, где обсуждались наши проблемы. На этой конференции присутствовал академик Александр Сергеевич Тиганов, директор института Татьяна Павловна Клюшник. Более того, там присутствовали наши коллеги, и врачи-психиатры, и психологи, и социальные работники. Тем самым, мы дали возможность людям ознакомиться с нашим подходом в реабилитации людей, пристрастившихся к психоактивным веществам. Более того, мы побывали с нашими коллегами из Сербии и Хорватии в научно-практическом центре наркологии. Мы беседовали с главным наркологом, Евгением Алексеевичем Брюном, с главным врачом этого центра. И здесь тоже нашли понимание. В частности, Евгений Алексеевич сказал, что семейные клубы трезвости, конечно, тоже должны найти свою нишу в области охраны здоровья наркологических больных, в области реабилитации их. Это тоже для нас очень важно, потому что, ну, знаете, нет пророка в своем Отечестве. Конечно, когда мы об этом говорили, ну да, пусть даже мы специалисты, но, тем не менее, все-таки разные же голоса раздаются. Но и поэтому нам очень важно было, чтобы увидели тех, кто эту программу создавал. Вот. Увидели тех, кто эту методологию распространяет не только на территории бывшей Югославии, но и за ее пределами. И даже не только на Балканском полуострове, но и в Апенинах, но и в других странах мира. На сегодняшний день около 36 стран мира имеют такие клубы трезвости. И они основаны на научном, повторяю, системном подходе. И для нас это очень-очень важно. Тем более, что это целиком и полностью соответствует христианской установке на изменение образа жизни. Помните, как святитель Иоанн Златоуст говорил, для того, чтобы истребить страсть пьянства, создавайте товарищество, призывал святитель Иоанн Златоуст. Так вот, его призыв мы и должны осуществлять. Вот. Мы должны этому призыву следовать. Я думаю, что с Божьей помощью нам это удается. Вот опыт показывает, что все-таки наши клубы трезвости уже появились и в других приходах московских, и за пределами Москвы. То есть люди убеждаются в том, что это действительно программа, которая наиболее полным образом соответствует нашим христианским ценностям и нормам. Она отвечает запросам нашего православного сердца, сердца православного человека. Она находит отклик в наших сердцах. И это очень важно, потому что много есть других подходов, которые не учитывают наш менталитет, не учитывают нашу, ну, русскость, да, нашу вот особенность. А это очень важно, потому что нельзя пересадить даже дерево с какого-то другого континента на другую почву. Оно не дает корней, оно не произрастает. Точно так же программа очень многие. А программа Владимира Худолина, она родилась в славянском мире. У нас даже удивительным образом кафедра, которую потом возглавил Владимир Худолин, на самом деле создавалась российским ученым, лапинским профессором. На этой же кафедре учился Николай Булгаков, брат Михаила Афанасьевича Булгакова. То есть вы представляете себе, вот на этой кафедре получал знания Владимир Худолин. Так что все не случайно. Скажем, англо-американская система, ну, вот как-то не очень ложится на нашу почву. А вот эта славянская легла. И это очень приятно. И мы надеемся, что вот эта сотрудничество продолжится. И ученые-медики, и социальные работники, и психологи поддержат нас. И мы уже ощутили эту поддержку. Я думаю, что за этой программой будущее. Вот. Дай Бог, чтобы она развивалась не только на приходу Русской Павловской Церкви, но и повсеместно. Потому что, конечно, люди нуждаются в настоящей заботе. Конечно, необходима и первичная профилактика, и вторичная, и третичная. То есть непрерывная реабилитация. Только тогда мы в состоянии по-настоящему помочь страждущему человеку.